Всем привет! Последние 10 лет Австрия демонстрирует одни из самых высоких в мире показателей по сбору и переработке мусора. По данным статистики, 96% австрийцев тщательно сортируют мусор, так что его ежегодно со всех домохозяйств собираются более миллиона тонн макулатуры, упаковок и бытовых отходов. Уборка и сортировка мусора в австрийских землях регламентируется на государственном уровне. Сбором мусора занимается около 850 частных компаний, а также муниципальные предприятия, которые регулярно отчитываются о количестве собранных отходов. Очень важно! В разделе мусора есть региональное различие. Например, в одних муниципалитетах мелкие металлические предметы, вроде проволоки и гвоздей, собирают отдельно, а в других – вместе с консервными банками и прочей металлической упаковкой. Тем не менее, общие принципы остаются неизменными для всех земель – сортировка отходов по контейнерам и обустройство пунктов приема, а за нарушение правил утилизации предусмотрены суровые штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Для каждого типа мусора в Австрии предусмотрен свой контейнер. Правила сортировки и утилизации мусора прописаны в Федеральном законе об управлении отходов. Они отталкиваются от принципа «5 ступеней по управлению отходами», которые установлены в директиве Евросоюза. Предотвращение возникновения отходов, подготовка к утилизации, переработка, повторное использование, полная ликвидация. Весь мусор разделяется на 6 основных классов, для которых предусмотрены цветные контейнеры. Цвет, кстати, может отличаться в том или ином городе. Контейнеры для сбора мусора рассчитаны на объем от 120 до 4400 литров. Их опорожняют по графику до 6 раз в неделю, в некоторых случаях и 2 раза в день. Кроме стандартных передвижных контейнеров, в Австрии распространены подземные хранилища, рассчитанные на 500-600 литров. Емкость устанавливают на выделенных площадках или в подвалах домов. А что будет, если в контейнер для металлических изделий положить стеклянную бутылку? Здесь австрийские службы по уборке мусора поступают довольно принципиально. Как правило, на контейнер вешают предупреждение, что его не опустошат, пока лишний мусорный элемент не переместят в правильную емкость. И не важно, что контейнер уже набит битком. После того, как злополучный контейнер все-таки очистят, нарушителя правила сортировки ждет штраф. При этом в многоквартирных домах оштрафуют всех жильцов. Крупные партии мусора или опасные отходы в Австрии можно сдать в специальные пункты приема вторсырья. Помимо первичных классов мусора, в Австрии предусмотрены строгие правила для сбора отдельных видов отходов. Вредные токсичные и проблемные материалы, которые используют в частных домашних хозяйствах, к ним относятся краска и клей, отработанное машинное масло, медикаменты, химические продукты, смазочный материал, использованное столовое масло и жиры, газовые баллоны и огнетушители. Срезанные кустарники и деревья для таких отходов предусмотрены пункты сбора и сортировки. Также по отдельным тарифам можно нанять спецтехнику, которая заберет крупные и тяжелые вещи, вроде сломанного холодильника или рояля. Кроме того, во многих супермаркетах и торговых центрах установлены специальные ящики для складированной батареек и лампочек, а в некоторых пунктах приема отходов есть контейнеры для приема ношенной одежды, которые отдают бездомным. Ежегодно австрийское правительство в сотрудничестве с предприятиями по переработке мусора реализует проекты по сокращению открытых свалок, вторичному использованию отходов и применению их в энергетической отрасли, в частности Вене, Нижней Австрии, Верхней Австрии, Сальцбурге и Карентии. Тепловую энергию от сгоревшего на мусоросжигательных заводах пластика используют в сетях централизованного теплоснабжения. Тот же пластик, макулатуру и органические отходы считают ценнейшим энергетическим ресурсом, способным заменить уголь, сырую нефть и природный газ. Одна из актуальных проблем при переработке мусора – защита окружающей среды от вредных выбросов. Австрийский закон довольно суров по отношению к тем, кто халатно относится к чистоте окружающей среды. Заставленную на тротуаре бутылку из-под воды или за брошенный окурок полицейский выпишет штраф в 90 евро. Еще более суровые санкции ждут тех, кто пренебрег правилам утилизации мусора. Для частных лиц в зависимости от тяжести нарушения предусмотрены штрафы от 850 до 41 200 евро. Если закон нарушила компания, занимающаяся вывозом мусора, минимальное наказание для нее – 4 200 евро. А вот загрязнение окружающей среды опасными отходами, например, слив отработанного моторного масла водоем, попадает уже под уголовную ответственность. Такого нарушителя ждет следствие и суд. Римский мусор помогает обеспечить энергией австрийские дома и отправляет его в Австрию поездом. Вы представляете себе мусор поездом в Австрию? Об этом я расскажу в одном из следующих своих видео. Субтитры подогнал «Симон»